А вот с вами Юлик, смотрим ЭТО ЖИЗНЬ. Ох уж ЭТО ЖИЗНЬ! Ох уж ЭТО ЭТО ЖИЗНЬ! Столько мультиков, столько мультиков понавыпускало, пока я их не смотрел. И все были на первых местах в тренде, я все видел и думал, нет, не смотри, не смотри, потом посмотришь в офисе, не смотри. И я ни один из них не посмотрел, и поэтому мы их сейчас будем смотреть вместе. Ох, я как будто ребенок с диабетом в магазине конфет, даже не знаю с чего начать. Я встретила ведьму, мне стали угрожать, мой отец появился в моей жизни спустя много лет, но это как-то скучно. Мой папа хотел усыпить нашу собаку, но потом Бадди спас ему жизнь, вот сука этот папа, давайте посмотрим. Какая мразота, чё ты, язык проглотила? Говорить не можешь, смотри мне, блять, мелкая. Привет всем, меня зовут Луна, и мне 14 лет. Да, выглядишь так, будто тебе три года носишь детский комбинезончик, да, да, реакты на эту жизнь вернулись наконец-то. Вы все знаете, что если бросить бумеранг, то он всегда возвращается к тебе. Что за расизм, бумеранги что, только папуасы бросают или кто это, это избушек какие-то, совсем дикие племена. К сожалению, мы с моим отцом недавно испытали этот эффект на себе, и сегодня я хочу рассказать вам нашу историю. Да, твой папа выглядит так, будто он питается этими бумерангами, потому что не знает их предназначения. Моя семья живет в штате Айова. У моего папы... Это о многом говорит. Допустим, ее семья живет по Волжье. Локализация! Ее семья живет по Волжье. Ферма, и он выращивает пшеницу и овощи. И так как это наш... Мой папа покупает битые тачки, перекрашивает их и продает как новые. Основной заработок, ферму нужно защищать от воров и грабителей. И поэтому мы завели Бадди. Они выращивают пшеницу, и эту пшеницу нужно защищать от воров и грабителей. Я вот прям вижу эту сцену, чуваки такие идут с мешками, сейчас мы будем воровать пшеницу. И они просто нарывают и запихивают себя в мешок. Что, много наворовали? Да, наверное на батон хватит, или может даже на полтора батона. Пшеницу? Кто будет воровать пшеницу? Саранчо только ворует пшеницу. Он был самым милым псом на свете. Ой, все псы милые. Он появился у нас, когда мне было четыре, и мы стали лучшими друзьями на многие годы. И в этот год ты остановилась в развитии. Он был не только нашим домашним питомцем, но и моим парнем. А, я беременна от пса, мой папа хочет убить пса, потому что он зол на него, потому что я от него беременна. А, я должна была пойти в институт, но теперь я буду всю жизнь жить на ферме и выращивать своего собака-сына. Он также стал нашим лучшим защитником. Как-то ночью я услышала страшный шум. Ой, походу в Поволжье, в Айове, все очень сложно с грабителями, потому что они даже ебаную ферму ограбить пытаются. Что? Что? Вы будете воровать на ферме? Хватит врать! Просто лгуня придумала эту историю, чтобы привлечь к себе внимание. Просто у нее сонный паралич, наверное, или я не знаю. Переела на ночь, ей плохие сны снились, а она такая, блин, нас пытались ограбить. Пес спас нас, папа это крутой пес, давай заведем еще пса. Батя оглушительно лаял на уши. Что они будут воровать на ферме? Пшено? Семена? Не знаю, может ее батя золото выращивает как-то? Алхимик, он там, блять, у него вместо колосьев растут золотые палки с земли. Я побежала в комнату родителей, но папа был уже на ногах. Бать, слушайте, этому папе даже ружье не нужно, он так же может идти со шваброй и он все равно будет такой же страшный. Держал в руках. Я бы на месте вот той бабы вообще не переживал, она не вот так должна стоять. А, я понял почему, она переживает за грабителя, господи, он же их убьет, он же их убьет. Вот у нас полон подвал трупов, там просто, блять, месиво из мяса, ааа, воняет постоянно гнилью. Когда мы открыли входную дверь, то увидели... Он прям чисто такой деревенщина. Прям деревенщина в понимании американцев, то есть риднэк прям. Я застрелю, блять, это моя территория, оружие разрешено. Зубы Бадди вцепились в руку грабителя. Сообщник преступника скрылся, но он не успел ничего украсть. И поэтому папа убил его. Он не успел скрыться и папа убил его. Но история не об этом. Это случилось очень давно. Но с тех пор Бадди стал для меня настоящим героем. Но время не щадит никого. Он был с нами уже почти девять лет. И, конечно, сильно состарился. Ооо, песик, у него седина. Охранял ферму, все так же здорово. Как-то я начала замечать, что он стал очень пассивным и потерял аппетит. Бадди даже не радовался, когда я приносила ему его любимую еду. Твоя любимая еда. Мясные шарики из хуй пойми чего. Беспокоилась. Но отец сказал, что с Бадди все в порядке. Просто он состарился. Честно говоря, мой папа никогда не был сентиментальным человеком. Поэтому, когда наш Бадди стал слабее, он был расстроен. Но только из-за того, что пес больше не мог помогать нам, как раньше. Но Батя мудак, как-то он за девять лет, за девять лет он не прикипел ко псу. Странный мужик. Я совершенно не могла этого... Странно, что его... Что-то тут недоговаривает девочка, Батя. Очень злой, у него оружие есть. Он очень несентиментальный, вообще отбитый какой-то мужик. И у него своя ферма, где они выращивают пшеницу. Не самый, знаете, экономически выгодный товар для грабежа. И к нему постоянно ходят грабители. И у них это вообще распространено. Что-то она недоговаривает. Похоже, ее Батя, я не знаю, метамфетамин, наверное, варит у себя в подвале. Однажды я подошла к будке Бадди и увидела, что он просто лежит на земле и тяжело дышит. Жарко. Он даже не заметил меня. Я помчалась к отцу и попросила его срочно отвезти Бадди в ветеринарную клинику. И вы можете себе представить... Вообще история называется, но потом Бадди спас ему жизнь. Бадди уже спас ему жизнь. Девять лет назад когда к вам пришел грабитель со злыми намерениями. Папа отказался и сказал, что Бадди был нам хорошей собакой, но это жизнь и проще купить новую собаку, чем лечить старую. Я разрыдалась и целый час упрашивал отца отвезти нас в клинику, но он меня не слушал. Тогда я сказала, что пойду туда одна, пешком. Только после этого. Ну, Бадди, вообще, вообще козел. Какой ты пример дочери подаешь? Ну, знаешь, он нам отслужил хорошую жизнь. Проще завести новую собаку. Ну, а что, на девять лет с нами пожил? Ну, подумаешь, умрет. А потом, когда ему будет восемьдесят, он такой... Доча! Доча! У меня сердце похоже встает. Звони в скорую. А она такая, папа, знаешь, ну не знаю. Ты прожил хорошую жизнь, ты служил мне хорошим отцом, но время идет. Ты просто состарился. Ты просто состарился. Мне проще вызвать патологоанатома, чтобы тебя увезли и похоронили. Что посеешь, то и пожнешь, мужик. Вот так вот. Не нужно было быть мудаком. Пахуя не будем досматривать даже. Я уже все представил в голове. Он получил по заслугам в старости. Он сдался. В общем, после нескольких часов ожидания и многочисленных обследований... Слушай, а может это... Попроси просто маму, девочка, передернуть папе хоть разок. Он такой злой пиздец. Он, похоже, такой огромный. И не из-за того, что эта мышца его сперма изнутри распирает. Он кончить не может. Ходит, блять, с ружьем по всей ферме на людей нападает. Ради поставили неутешительный диагноз. У него была тяжелая форма язвы желудка. И ему требовалась срочная операция. Но даже она не гарантировала, что наш пёс выздоровеет. Эти новости повергли меня в полный шок. Так. Она кормила его кормом. Сказала, что это его любимая еда. Если они кормили его нормальным кормом, то у него не должно было быть язвы желудка. Это не такая порода, у которой язва желудка бывает. Что-то опять она недоговаривает. Что-то она, сука, недоговаривает. Но какой смысл рыдать, когда от нас мало что зависит? Нам нужно было принять трудное решение. По дороге домой мы с папой молчали. Позже я услышала, как он разговаривал с мамой в гостиной. И я была уверена, что они обсуждают дату операции. Но когда я подошла поближе, чтобы подслушать, о чём они говорят, я с ужасом узнала, что они собираются усыпить Бадди. Ну вы тупы? Вот такие люди вообще не думают по ходу. Наперёд. Какой пример ты дочери подаёшь? Вот она должна была не девочка, а жена ему сказать. Ты дебил. Ты, если сейчас усыпишь собаку, то в старости она отвезёт тебя в тот штат, где разрешена эвтаназия. И пропишешь тебе о том, чтобы сделать тебе эвтаназию. Насильно. На следующее утро я не могла поверить своим ушам. Бадди был нам верным другом все эти годы. И папа собирался просто так избавиться от него. И мама его даже поддержала. Она никогда не могла возражать ему. Но только не я. Я не позволю им этого сделать. Поэтому ночью я убил папу. Конец истории. Я позвонила своему лучшему другу Питеру. И попросила его о помощи. Я знала, что не смогу набрать достаточную сумму для операции. Но взяла все свои карманные деньги. А Питер щедро добавил... И Питер такой, ну ты можешь? Я могу тебе помочь. Денежкой, знаешь... Как бы у меня много денежек. И если ты любишь своего пёсика, то... Ну ты понимаешь, надо постараться. Ужасно. Это была бы ужасная история. Ужасная и грустная история. Особенно если операция потом не помогла. И пёс бы всё равно умер. Вот это была бы... Жесть, конечно. Она обесчищенная. И без собаки. Ох. А ещё он предложил мне создать фонд для Бадди. И разместить пост в интернете. Это всё хорошо. Но перед тем, как продолжить, хочу вам напомнить, что мои хорошие друзья OneX имеют высокую надёжность и широкую линию. А также при регистрации по вот этому промокоду вы можете получить до 6500 бонусных рублей. Вся дополнительная информация в закрепе. Вот это я называю настоящий друг. Я бы хотела, чтобы папа тоже вложился в операцию. А ты не замечаешь, он вообще выглядит как твой папа. У него даже ботинки и штаны такие же. Он вообще очень похож на твоего папу. Уговаривать его... Чтобы папа недолюбил. Походу, она папа на стороне ищет. Нам нужно было отвезти Бадди в безопасное место до тех пор. Ой, мудак мне, Бадди. Папа не пришёл за ним, чтобы реализовать свой жестокий план. Поэтому мы с Питером решили отвезти Бадди в ветклинику. В надежде, что врач не откажет нам и поможет спасти мою бедную собаку. Рано утром я тихонько выскользнула из дома. Нам с Питером пришлось нести Бадди на руках, потому что он не мог идти сам. Клиника находилась довольно далеко от дома. И мы ехали на автобусе целый час. Ветеринар узнал Бадди и меня. Мы рассказали ему, сколько у нас денег... И он не взял денег, потому что все в этой истории лучше моего отца. Писали всю ситуацию, включая то, что мы собираемся организовать сбор денег. Ветеринар вздохнул и сказал, что наших собранных денег недостаточно. Это меньше половины стоимости операции. А Бадди не мог ждать, пока мы сможем собрать остаток суммы. Вот он, капитализм. Я бы хотел помочь. У меня даже дела нет. У меня ближайшие восемь часов вообще никаких дел. И все есть для операции. Но меня не погладят по голове начальство, если я сейчас сделаю операцию вашей собаке. Так что... Ой, как нехорошо получается. Ну, слушайте... Давайте... Заходите в следующий раз. Готово разрыдаться, когда он добавил, но из любой ситуации есть выход. Он вышел из приемной и что-то обсудил со своими коллегами. Потом он вернулся и сказал, что Бадди может остаться в клинике, пока мы не соберем деньги. Кроме того, он разрешил нам поставить коробку для споров прямо в его клинике, чтобы мы смогли набрать сумму быстрее. Он подбодрил нас и сказал, чтобы мы не сдавались. Я была так счастлива и благодарна врачу. Вот врачу она в старости, скорее всего, поможет, в отличие от Бадди. Вернул мне надежду. Конечно, когда я вернулась домой, отец был очень зол на меня. Я никогда раньше не уходила из дома без разрешения. Кроме того, я не подчинилась ему. Но через некоторое время он остыл и оставил нас в покое. Через неделю мы набрали нужную сумму. Кстати, сотрудники клиники тоже вложились в наш фонд. За неделю они успели привыкнуть к Бадди и поняли, каким добрым и замечательным он был. Так как же он спас батю? Мне интересно прям. Это прошло успешно и вскоре наша собака вернулась домой. Моя мама была так рада. Но несмотря на все мои усилия, отец все еще злился на меня. Однако возвращение Бадди... Вот бы в этого мудака молния ударила. Попала еще с одним событием в нашей жизни. Опять грабитель? Она вернулась домой после школы и увидела рядом с нашим домом скорую. Я помчалась домой. Там на кровати лежал папа и его окружили врачи. Бадди тоже был в комнате. И Бадди такой... Где моя дочка? Где моя дочка? Вы видите, она такая... Слушайте, его надо усыпить. Ну это вообще уже... Ну что у него? У него язва? Ой, как плохо. У нас нет денег на лечение язвы. Да нет, у него как бы страховка и все покрывает. Не, 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 не Не, 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 не Знаете, я хочу сама сделать укол Я хочу сама, сама Я не очень грустно, но я хочу сама сделать укол Достаточно не убивай меня Все, 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 все Тихо, тихо, тихо Дайте еще одну僕 сказать Тихо, тихо Ой, все, все, все Закрой глаза Оказывается, произошел несчастный случай Папа чинил крышу Потерял равновесие И упал Еще бы, блядь, такой огромный Обе ноги и ключ Вообще нельзя, когда ты такой огромный На крышу залазить Это закономерный итог его действия Бадди нашел его первым И сожрал его щеки Потому что они мягкие Хотя нет, так только кошки делают В операции папа вернулся домой Он знал, что до полного выздоровления Еще далеко, но был рад Что остался в живых Бадди не отходит от него ни на минуту И спит у него Вообще была бы крутая история, если бы он вообще преломал все тело Но ученые пересадили его голову Бадди на спину И теперь это собака с двумя головами Одна собачья, другая человеческая И как бы вот они сосуществуют В таком виде То есть пес там яйца вылизывает Он такой, а нет, все прекрати Но он помогает псу там всякие штуки прикольные делать Типа как до колбасы достать И вообще такой ситком хорош получился бы Мне кажется, что теперь отец пересмотрел свои приоритеты Теперь он понял Два раза нужно было ему жизнь спасти Один раз, когда грабитель угрожал Второй раз, когда он упал с крыши Одного раза недостаточно, чтобы полюбить собаку И нужно вот минимум два раза Два раза спасая жизнь Можешь надеяться на то, что мы тебя не усыпим Усыпим Настоящая дружба И сожалеет о своем намерении И мне жаль, что, чтобы понять такую простую вещь Ему пришлось пройти через такую боль и страдания Что до меня, то я считаю, что людям Всегда приходится Бумеранг Точно, с бумерангами начали Это та жизнь, которую они проживают Конечно, это очень печальная история Особенно для моего отца Но она многому может нас научить Да, что-то батя очень счастливый для человека У которого все ноги переломаны Неплохая история Я рад, что все хорошо закончилось Что еще? Я бросила парня Он решил мне отомстить Мы с мачехой сбежали от мужского Давайте я встретила ведьму Которая превратила мою жизнь в кошмар Ведьма Экстрасенсы Я встретила ведьму Которая выиграла В шоу на ТНТ Битве экстрасенсов И она прокляла меня Всем привет Меня зовут Бренда И я отчаянно привлекаю внимание своих родителей 13 лет Я наконец собралась духом Чтобы поделиться с вами Самой пугающей историей в моей жизни Что, ты живешь на болоте? А с вами когда-нибудь случалось нечто странное То, что вы не могли объяснить Все началось, когда моя семья Нет, ни разу не случалось ни одного случая Который нельзя было бы объяснить Я думаю, вся эта история Основывается на том, что ей 13 лет И она очень впечатлительна Приехала в небольшой город в штате ДНС Я обрадовалась, возможно Поволжье Я сам из поволжья Просто поэтому Пасть в школу, о которой была наслышана И начать там все с чистого листа О, это та самая школа У которой на вывеске написано школа Без номеров, без названий Это даже не школа имени кого-то Это просто школа Та самая школа И они много наслышаны Все говорят про школу Школу Предвещала беды Но, как выяснилось, дела Йо, там девочка с фермы толкает мет Это крутая школа Дали иначе Мои одноклассники оказались очень милыми Да, это же мальчик из-за кто Эй, Арнольд И там у него был друг, только он был в красной одежде Они показали мне школу Я познакомилась со всеми Кроме Эйдена О, Эйден фрик От Эйдена пахнет слюнями постоянно И он любит есть козявки, скорее всего Стрелял у меня страх Парень казался тихим и замкнутым 13-летний мальчик В перчатках с футболкой На которой нарисован череп Показался тебе страшным Он вселяет в тебя страх Просто дай ему потрогать сиську И у тебя будет раб до конца школы Но мне уже стало не по себе Я пыталась расспросить у ребят о нем Но мне ответили, что он просто чудик У него не было друзей И я понимала почему Вот так он для меня выглядит Я люблю воронов и магию Хе-хе-хе Мне также рассказали, что Эйден Коллекционировал всякие странные вещи И не позволял никому прикасаться К сумке, в которой хранил их Откровенно говоря, в то время Женские тампоны из туалета Учительского он коллекционировал Скорее всего Чтобы магические ритуалы делать с кровью Он их выжимал и на крови делал заговоры Происходящее заинтриговало меня И вот у одноклассников Появилась смелая идея Они решили выкрасть сумку Эйдена И посмотреть, что находится внутри План был таким Ребята отвлекают Эйдена А я в это время забираю сумку Так мы и поступили А потом мы бросаем ее в ведро мусорное А нет, в унитаз запихиваем И обоссываем Так вот с такими поступаем Однако, все пошло не по плану Проволжье! Эйден заметил, как я пыталась тащить его сумку И пришел У него случился приступ, вызывайте скорую Ярость! Он начал кричать Ругаться и даже проклинать меня Испугавшись я попыталась сбежать Как можно скорее Я бежала не оглядываясь, но слышала Как он кричал что-то вроде Ты пожалеешь об этом! Ты че сука Ты мою сумку трогал? Я тебя вообще проклинаю Я вообще маг Я маг Блин, вообще Пись устала Пойду в туалет Придется трусы мне Вот через некоторое время Мы уже рассматриваем В его сумке скорее всего Таблетки гормональные Чтобы вот таких вещей не случалось Сделай содержимое сумки охваченные любопытством и ужасом Внутри находилось следующее Камни, перья, ветки, а также мертвые птицы и останки кошки А он фрик, он ебнутый Я была подавлена и стояла в стороне Я была уверена, что Эйден не простит нам этого Но ничего не произошло ни на следующий день, ни после Поэтому мы пошли дальше и подожгли Эйдену волосы Думала, что на этом история закончилась, но не то-то было Однажды к нам в дверь позвонили На пороге стояла незнакомка Она сказала, что живет рядом Мама Эйдена, наверное К тому же она принесла торт Мама отправилась на кухню за тарелками, а я осталась с ней наедине Торт с кошачьими костями скорее всего Дама одновременно казалась мне пугающей и привлекательной Она странно посмотрела на меня, а затем внезапно попросила воды Вернувшись обратно за стаканом, я обнаружила пустую комнату Женщина испарилась Потом пришла мама с чаем и тортом и спросила Не жрите этот торт, не жрите этот торт вообще Что произошло? Если не хотите, не хотите срать кошачьими костями, не жрите этот торт Ну что сказать? Мы обе были крайне удивлены Насколько важным должен быть повод, чтобы гость ушел вот так, не попрощавшись Затем я увидела книгу на стуле, на котором сидела дама Открыв ее, я не могла поверить своим глазам Это была книга с заклинаниями или чем-то вроде этого Внутри было полно странных изображений и символов Я схватила ее и убежала в свою комнату Книга была просто невероятной Я рассматривала ее несколько часов Затем я обнаружила между страниц И потом женщина пришла Ой, простите, я у вас тут оставила инструкцию на корейском от стиральной машинки Можете вернуть, пожалуйста В ней было сказано Если хочешь узнать больше, просто дай мне знать Я умирала от любопытства Наша соседка сказала нам, где она живет Но мне не хватало смелости пойти к ней домой В следующее воскресенье утром по пути в супермаркет Я увидела ту женщину на углу Вот это прикрытие для педофилки О, магия Хочешь научиться магии? Покажите фокус, как мои пальцы исчезают у тебя в разных местах Думаю, я не осознавала, что делаю Мои ноги тряслись, но я подошла к ней, сказав Я хочу знать больше Она улыбнулась и предложила встретиться в старой хижине в лесу Если ты хочешь знать больше, ты должна продать Всю вот эту косметику и мощи средства от Эйвона Естественно, я ничего не рассказала маме о случившемся Никогда так не делайте, дети Если куда-то идете, всегда говорите хотя бы друзьям Никогда не нравилось мое увлечение мистикой Но в этот раз я не смогла противостоять искушениям Я пришла в хижину в назначенное время Та женщина уже ждала меня Казалось, я очутилась в логове ведьмы Повсюду были котелки, горшки со странным содержимым, ловцы снов и много других любопытных вещей Эта женщина просто, наверное, квест организовывает, в котором можно поучаствовать Женщина принялась рассказывать мне истории и объяснять значение изображений и символов в книге, которые оставила у нас дома Я не могла перестать слушать ее, будто находилась под гипнозом Она сказала, что у меня есть дар, что я избранная Она также уточнила, что это знание нужно беречь и хранить в секрете Я снова и снова... Да-да-да, короче, вот это все, короче, магия Только ты маме не рассказывай, маме не рассказывай вообще ни в коем случае Слушай, тут вообще для магического ритуала нужно, чтобы ты ее карту принесла Только не говори вообще И если есть золото, то мы как бы тоже принеси Золото, серебро, мафон можешь принести Тоже для зелья, для зелья Магнитофон есть какой-нибудь? Не кассетный, новый какой-нибудь Обязательно приноси Началась в хижину и даже стала прогуливать в школу Ты что, это же та самая школа, о которой ты так наслышана Школа, школа Руки магии интересовали меня гораздо больше Руки магии Однажды моя таинственная наставница сказала, что научат меня создавать специальные амулеты Она добавила, что если мы все правильно сделаем, они помогут защитить мою семью от любого несчастья Это было так волнующе Закончив с амулетами, я отправилась домой, чтобы разложить их в самых Так, а теперь, девочка, сделай 50 тысяч амулетов Мне они нужны до среды Как бы по всем магазинам разойдется как раз Нет, давай Можешь в подвал спуститься, там таких много, как ты Вы все должны сидеть, крутить амулеты В дальних уголках дома И результат не заставил себя ждать Я стала замечать, что с моими родными стали случаться несчастья буквально каждый день Она их пропила Мама готовила папе завтрак, и он пригорел Папины ботинки развалились, именно когда он шел на работу Девочка впервые в жизни стала обращать внимание на своих родных Открывая дверь, я сломала ручку Однажды ночью меня разбудил ужасный шум Папа с мамой кричали и бегали по дому Оба были чем-то обеспокоены Я решила встать в кровати, чтобы взглянуть, что происходит И сразу почувствовала, как нога коснулась воды Пол был полностью покрыт ею Дом затопило Оказалось, что лопнула труба Это было подозрительно Я рассказала своей наставнице о случившемся И попыталась уточнить А наставница это Эйда Он сменил пол, чтобы отомстить ей Пулеты не работают Казалось, она не понимает, что происходит Тем не менее, меня уверили, что все идет своим чередом Но неприятности продолжились Я завтракала, собираясь в школу Когда мама отправилась вынести мусор Она поскользнулась, упала на лестнице И сильно ушибла ногу Какая дичь! Я позвонила папе, который отправился на работу пораньше Он побежал обратно Я пыталась помочь маме, обработав ее рану Но не смогла найти винт Поэтому решила попросить помощи у соседей Я позвонила во все двери Но казалось, что люди просто испарились Я бежала одна по улице Когда поняла, что нахожусь рядом с домом Соседи, наверное, просто открывать не хотят Видят ее, блять, опять эта девочка наркоманка Наверно, посмотри, блять Смотри, ко всем бежит Житья своей семье не дает Вот мать, наверное, столкнулась с лестницы Не открывай ей Я подошла ближе и увидела ее во дворе Я уже была хотела ее позвать Но внезапно увидела Эйдена Он вышел из дома со своей сумкой Я точно слышала Все проще нужно было сделать Нужно было позвонить в социопеку И его Эйдена быстро бы забрали Прочистили ему голову и отправили в интернет Пока, мам Я была в шоке Шоке Мама Это была мать Эйдена Конечно, у вас два придурка на весь город Конечно, они родни Того самого Эйдена, который обещал Который носит кости в своей сумке вместо учебника Я ее о том, что сделала Я и понятия не имела, что мы живем на одной улице Но теперь все сошлось Я поняла, что в случившемся мне нужно винить только себя Вернувшись домой, я окончательно отчаялась События развивались дальше Мама ждала папу уже достаточно долго Но он так и не появился Его телефон был недоступен Мы сильно волновались Внезапно мамин телефон зазвонил Оказалось, что папа попал в аварию Ничего серьезного Но ему пришлось остаться в больнице на некоторое время Пиздец, а показали, будто папа со всей скорости влетел в дерево Ничего серьезного Он выглядит как комар размазанный по стеклу Но все нормально Он уже в порядке Он уже пришел в себя И этому ужасу продолжаться Нужно было все исправить И я убила Эйдена Я задушила его прямо на перемене Теперь я еду в тюрьму Но на моей семье больше не висит проклятие Выбросила все амулеты Проверила все углы под креслами и шкафами Чтобы ничего не осталось Но внезапно я Мать наверное запнулась вот об этот амулет Поэтому и упала Это было нечто пугающее под книжным шкафом Это был загадочный символ Нарисованный мелом И мерзкий пучок темных волос рядом с ним У меня не было сомнений кому они принадлежали Их положила сюда мама Эйдена Когда я отправилась на кухню Сердце ушло в пятки Я избавилась от всех амулетов в доме И даже выбросила книгу Хотите... Мне интересно что пишут в комментариях Мои приятности закончились Я не стала рассказывать родителям Ни об Эйдене Ни об уроках с его матерью И думаю они бы мне не поверили Конечно Я и сама не до конца уверена в том Что все действительно произошло со мной Да тебе 13 лет Не будем забывать Ты очень впечатлительная Я тоже видел ведьму Ведьма которая жрет и не толстеет И жалуется на вес Но слава богу в комментариях Все в порядке А на этом все С вами был Юлик Ставьте лайк если вам понравился этот ролик Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить новые ролики Новые реакции на эту жизнь Обязательно жмите на колокольчик Чтобы получать оповещения самыми первыми Всем пока